Как дела, все. Это мастер Ян Геймер с огромными новостями для Overwatch и всех игр Activision Blizzard. Потому что менее часа назад Microsoft официально объявила о покупке Activision Blizzard. Да, Microsoft покупает Blizzard и Activision, но ты знаешь, это каналы Overwatch. Мы фокусируемся здесь на играх Blizzard, в частности на Overwatch, и это становится главной темой этого видео. Что, черт возьми, это значит для Overwatch. Теперь я буду честен. Я не ожидал услышать эту новость, когда встал сегодня утром, так что я все еще в некотором шоке. Так сказать, с точки зрения попытки выяснить, чем именно это закончится. Это значит, что я уже видел много горячих предложений от людей в обоих направлениях в пользу этого приобретения, а некоторые против. Но я просто хочу поделиться своими мыслями обо всем этом, а именно о том, что я оптимистично нервничаю. Так что давай начнем с того, что посмотрим. С другой стороны, Microsoft — крупная компания с большой репутацией, и Activision Blizzard долгое время была такой же, особенно до прошлого года. Так что, возможно, Microsoft приобретет Activision Blizzard и возьмет бразды правления в свои руки. Так сказать, для всех своих крупных проектов, таких как Overwatch, они смогут реализовать своего рода, знаете ли, четкое последовательное направление игры. Хватит возиться в течение трех лет, давая нам одно из неопределенных обновлений, к которому они возвращаются через месяц. Потому что решили изменить свою игру в процессе работы. Может быть, Microsoft просто будет похожа на Overwatch 2, уберите это за дверь. Тебе нужно больше финансирования. Держи, разработчики займутся этим. Что-то в этом роде. Так что, может быть, так оно и будет. И, возможно, покупка Microsoft Activision Blizzard поможет продвинуть события для Overwatch 2 и франшизы Overwatch в целом. Но, честно говоря, сейчас просто трудно сказать. Один еще одна потенциальная выгода от этого приобретения — очистка компаний. Activision Blizzard, как я уверен, вы все очень хорошо знаете на данный момент, больше не пользуется хорошей репутацией, по крайней мере с точки зрения условий на рабочем месте. И было много дискуссий о том, как это лучше всего исправить. Что Blizzard нужно сделать как компании, чтобы, знаешь ли, привести себя в порядок. Похоже, за последние несколько месяцев они не предприняли так много серьезных шагов по очистке. Но если Microsoft купит компанию, может быть, Microsoft сможет вмешаться и сказать «Хорошо, исправьте это. Это, это. Относитесь к этим людям лучше, убедитесь, что все это справедливо, и все такое». Да, я думаю, что из всего, что произойдет с этим приобретением, это, вероятно, одна из самых безопасных позитивных вещей, на которые мы можем сделать ставку. И это здорово, потому что Blizzard действительно не была в этом замешана. Поэтому я с оптимизмом смотрю на то, что они улучшают саму компанию в рабочей среде. Но в этом есть одно маленькое предостережение, о котором я упомяну. Многие люди, которых я уже видел, приходят в восторг, думая «О, Microsoft покупает Blizzard». Это означает генерального директора Бобби Кодака. Он собирается выйти за дверь. Нет, очевидно, что так не будет. Согласно официальному пресс-релизу Microsoft, Бобби Кодак продолжит исполнять обязанности генерального директора Activision Blizzard. И он и его команда будут продолжать направлять усилия на дальнейшее укрепление культуры компании и ускорение роста бизнеса. Так что, да, просто и ясно. Они не планируют увольнять Бобби Кодака, по крайней мере, на данный момент. Значит, он все еще будет там. Конечно, я думаю, что все еще может улучшиться с Microsoft во главе, но только с точки зрения удаления Бобби и решения всей этой ситуации, нет, не похоже, что это действительно что-то решит. Кроме того, еще одно важное предостережение ко всему этому приобретению, особенно учитывая Overwatch при разработке Overwatch 2, заключается в том, что каждый раз, когда крупная компания покупает другую крупную компанию, это в основном приводит к внутреннему кошмару в течение довольно значительного периода времени. Все эти отделы сталкиваются друг с другом, потому что происходит так много реорганизаций, когда вы приобретаете такие крупные компании, как это. Куча очень структурирующих, перепроектирующих команд и все такое. Поэтому я должен признать, что, по крайней мере, я думаю, что это тоже может только замедлить развитие Overwatch 2. Во всяком случае, просто из-за всех этих внутренних потрясений неизбежно произойдет то, что произойдет из-за этой перемены. Я знаю, это действительно, действительно отстой. Нам уже пришлось так долго ждать Overwatch 2, и уже возникло так много препятствий в разработке. Но, к сожалению, я думаю, что это, вероятно, в конечном итоге окажется еще одним препятствием. В краткосрочной перспективе это тоже облегчит разработку Overwatch. Может быть, в долгосрочной перспективе это принесет пользу игре, как только она, знаешь ли, наконец выйдет. Нам просто придется подождать и посмотреть, потому что это грязно. Вся эта ситуация запутана, когда просто пытаешься предсказать, что именно это означает для отдельных франшиз в Blizzard после этого приобретения. И говоря о сроках и прочем, в том же брифинге для прессы, на который я ссылался ранее, также упоминалось, что ожидается, что это приобретение не завершится до 2023 года. Так что это просто дает тебе некоторое представление о том, как работают подобные вещи. Буквально, Microsoft потребуется не менее года, чтобы полностью приобрести Activision Blizzard, и вероятно, в течение 2022 года мы увидим множество изменений, происходящих в Activision Blizzard. Я имею в виду, я думаю, что мы, как и публика, вероятно, многого не увидим, но внутри страны будет много чего происходить, когда они перейдут, ну вы знаете, под управление Microsoft. И я думаю, что мы на самом деле уже начали видеть немного этого в нескольких разных маленьких областях. Во-первых, как некоторые из вас, возможно, заметили, магазин снаряжения Blizzard закрылся в конце 2021 года и до сих пор не восстановился. Насколько мне известно, Blizzard никогда по-настоящему не объясняла причину, по которой они закрыли магазин снаряжения Blizzard. Какой, конечно, был сайт, где вы могли купить Overwatch, World of Warcraft, товары StarCraft, все такие классные вещи. Да, это произошло в конце 2021 года, без какой-либо конкретной причины, о которой я знаю. И у них даже была такая большая заключительная распродажа. Мы могли бы купить кое-что по супер дешевке. И теперь, когда мы получили эту новость о приобретении Microsoft, я должен задаться вопросом, было ли закрытие интернет-магазина как-то связано с этим приобретением. Неужели Blizzard сделала это превентивно, зная, что знаете ли, все будет закрыто, и что магазин снаряжения Blizzard в конечном итоге должен будет закрыться с этим приобретением. Так что они такие, хорошо, давай просто запишем это сейчас, я действительно не знаю подробностей. Может быть, это просто не связанное и случайное совпадение, что это произошло примерно в то же время. Но кроме того, за последние пару недель произошло несколько интересных вещей, касающихся самой команды разработчиков Overwatch. Как многие из вас знают, есть сервер Discord для создателей контента Overwatch, где многие из нас в сообществе создателей контента могут напрямую взаимодействовать с некоторыми менеджерами сообщества и разработчиками в команде разработчиков Overwatch. И с начала 2022 года они были очень неактивны, как будто до подозрительной степени не разговаривали с нами. И типа, я понимаю, ты знаешь, если они над чем-то работают. Я не хочу, чтобы они тратили время на разговоры с нами, если они пытаются сосредоточиться на разработке игры. Но мне показалось, что знаешь, что-то случилось. И мне было немного любопытно по этому поводу в последние несколько дней. И теперь, когда мы получили эту новость о приобретении Microsoft, да, я готов поспорить, что это более или менее то, что занимало их. Опять же, мы, как широкая публика, возможно, не увидим слишком много изменений с этим приобретением, по крайней мере, не сразу. Но для людей, работающих в Activision Blizzard, людей внутри компании, это будет иметь огромное значение. У многих людей может быть даже законное опасение, что они больше не будут работать. Я имею в виду, что каждый раз, когда вы видите подобное поглощение крупной компании, часто возникает множество должностей, которые просто полностью сокращаются и просто заполняются собственными сотрудниками Microsoft. Или ты знаешь, какая бы компания не покупала какую бы то ни было компанию. Так что, в зависимости от ситуации с командой разработчиков Overwatch на данный момент, я не удивлюсь, если вокруг возникнет небольшая паника, зная, что многие из них могут в конечном итоге потерять работу, что было бы очень прискорбно для них. Но именно так все и происходит, когда происходят подобные приобретения. В целом, однако, я действительно не знаю, что еще сказать по этому поводу. Я думаю, что это, это огромная сделка, потому что это похоже на неслыханное приобретение, просто с точки зрения его масштаба. Согласно пресс-релизу, они собираются потратить почти 70 миллиардов долларов на приобретение Activision Blizzard, что похоже на то, о господи, я знаю, я думал, что приобретение Minecraft было огромным, я не знаю. В 2015 году, или когда бы это ни произошло. Это огромно. Это чрезвычайно крупное игровое приобретение, и с точки зрения подобных монополий на игровом рынке это плохо. Я просто хочу сказать, что прямые монополии это плохо, и тот факт, что Microsoft сейчас приобретает еще одну студию конкурента. Да, это на самом деле не очень хорошо, просто в больших масштабах. Но специально для Overwatch похоже, это может оказаться полезным, помогая игре продвигаться. В конечном счете, я думаю, что все будет зависеть от того, считает ли Microsoft Overwatch достойным того времени и усилий, которые потребуются для разработки Overwatch. Если Microsoft похожа на классную игру Overwatch, тогда выставляй ее за дверь. Эй, мы, наверное, готовы идти, и мы можем ожидать чего-то хорошего для Overwatch в будущем. Но если Microsoft такая, э, франшиза уже пережила свой расцвет, то из этой франшизы можно выжить ненамного больше денег, чем это может обернуться плохо. Честно говоря, я думаю, что это приобретение может пойти в любом направлении множеством разных способов, и я не совсем уверен, что еще сказать об этом на данный момент. Опять же, я не ожидал, что проснусь сегодня с этой новостью, и я не привык снимать видео так рано утром. Поэтому я прошу прощения, если я более хаотичен и рассеян, чем обычно в своих новостных роликах, но это очень захватывающая и напряженная тема. Поэтому обязательно дайте мне знать ваши мысли обо всем этом в комментариях ниже. Как ты думаешь, как приобретение Microsoft Activision Blizzard повлияет на Overwatch и Overwatch тоже? Как ты думаешь, это принесет общую пользу нам, игрокам Overwatch, или это то, о чем нам следует беспокоиться? В любом случае, большое вам всем спасибо за просмотр. Обязательно подпишись, следи за мной в Твиттере, нажми на значок колокольчика и присоединяйся к моему серверу Discord, чтобы пообщаться. Никогда не пропуская ни одного из моих будущих материалов Overwatch и особая благодарность участникам моего канала YouTube, которые помогают сделать эти видео возможными. Если ты хочешь присоединиться к ним, чтобы заработать несколько крутых наград, тогда просто нажми на кнопку «Присоединиться ниже». В противном случае, это мастер Янгеймер, подписывающий контракт, и до следующего раза, хорошего дня.